Всем здорово! Перед тем, как мы начнём, подпишитесь на канал и жмякните в колокол. В данном видео хочу поговорить про Гачи Мучи. Откуда пошли эти приколы? Мне самому очень хотелось про это вам рассказать. Частенько мы в ВК видели эти приколы. Выглядят они очень прикольно и смешно. Гачи Мучи переводится на каченные мужики. Билли Харрингтон более известен в этом меме, ведь мы его частенько видели в ВК и во всяких приколах. Ещё один очень популярный челик это Ван Дархолем. Он ещё типа был как Биг Бро. Гачи Мучи начался примерно в 2006 и 2008 году, если не ошибаюсь. В японском инете вздохи и смешные звуки этих актёров стали поводом создавать мемы, основанные на этих видео. Чаще всего мы видим эту фотку оса качалки. Итак, в этом видео нету Харрингтона, хотя он самый там популярный. Но выглядит это всё так смешно и без него. Итак, там Ван Дархолем и какой-то другой чувак. Там хоть это всё и видео приколы, но не будем забывать, что это гей-порно. Итак, почему этот ролик такой популярный? Представьте себе, рестлинг, которым вы давным-давно смотрели. Так вот, в этом ролике есть большое сходство, только оно заканчивается гей-порном. Представьте, всё настолько популярно и серьёзно, что там даже продают фигурки с ними. И вообще, какая Саша Грей или Лысый Ис, когда есть такие забавные мемы, как Ван Дархолем, типа Ван Дамма. Только Дархолем. Также это показывали на сайте Никва Ника Дуга в 2007 году. Так вот, немного отлились от ролика. Борьба двух мужиков переходит в любовный акт. Также в СНГ делали очень много пародий на оригинальное видео. Причём этот случай очень уникальный, потому что когда делают пародию, частенько получается ну такое себе. А тут наоборот, оригинальный ролик настолько абсурдный, и обычно это всё получается удачно. Также, допустим, вы смотрите ролик или вашу любимую песню. И тут неожиданно Гачи Мучи. А вообще, делать что-то угарное и ещё смешнее, разве это не здорово? В нашем пространстве СНГ про это не знали приличное время. Но теперь в каждом паблике, ВК или же Инстаграма мы видим эти картинки или видосы со смешными звуками и подписями на экране. Так вот, Гачи Мучи, если точнее, это сами по себе очень смешные ролики. Как раз таки, все эти приколы, ремиксы принесли Гачи Мучи огромную популярность. Билли Хэрингтон и Ван Дархолем, они оба получили большую известность. Билли Хэрингтон вообще очень популярный в Японии. Его много куда приглашали, на церемонии и так далее. Проводили фанатские встречи и рок-интервью. Ван Дархолем частенько появляется на Ютубе, плюс подкасты. Значит, он людям как бы очень интересен. А теперь вернёмся к Билли Хэрингтону. 3 марта 2018 года в Калифорнии в одном из ДТП он погиб. Немного поговорим о его биографии. До этого он занимался боксом и борьбой. После всего этого он прибыл в Нью-Йорк. Когда ему было 24 года, он забросил бокс и борьбу. И начал ходить в качалку. Ну и как мы видим, его на фотках он достиг хороших высот. Через какое-то время он отослал в один из журналов свои фотки. И стал в нём мужчиной месяца. И потом прикол. Эти фотки попались какому-то режиссёру. И дальше у него карьера пошла в гору. Что аж у нас в СНГ узнавали про этого челика. Также он получал множество наград за свои роли. За вклад в киноиндустрию. Ну вы поняли. Ещё в 2002 году Билл Херрингтон стал отцом. Вот это поворот. Вот это поворот. Ну и по классике. Приходит в какое-то время спад карьеры. И в 2008 году он объявляет, что завершает карьеру. И уходит работать в строительную компанию. Человек, который подарил нам много мемов и приколов. Одним словом, он легенда. Так вот, что у нас по итогу. Это схоже с лысым из Бразерс. Так как он тоже очень популярный в мемах. Но Гачи Мучи делает это всё смешнее. Так как было упомянуто в начале видео. В нём присутствует рестлинг и борьба. За это мы и ценим эти прикольные видео. И на этом я завершаю своё видео. Оставляйте ваши лайки. Пишите комменты. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok